Ребята, сегодня исполнится моя мечта. Мы мчим на Принцево острова, и мы сейчас на станции Пещикташ будем покупать билеты. Смотрите, вот касса, и здесь можно приобрести билеты. Они стоят 10 лир в один конец. Вот у меня сейчас попросили взять билет, и мы их увидели. И идем на Вапур. Смотрите, вот такой вот Вапур идет на Принцево острова. Народ с багажом. Это открытая верхняя палуба. Мне, конечно, больше захотелось поехать на открытой. Можно и внизу путешествовать на закрытой палубе. Кстати, кто-то еще не знаком, я зовут Анаш, в турецком городе. И смирно вы смотрите канал C.O.K.N.LIFE. Смотрите, ходит вот такой человек. Павапуру и предлагает выпить, ну, конечно же, за денежки, кофе, чай, апельсиновый сок, тосты. Вот так выглядит закрытая палуба Вапура. Это старый Вапур. Вроде как есть еще и новые модели, но нам по времени подходило это. Осталось что захотелось. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, здесь вроде как почустили немножко Но все равно сейчас купаться в море мраморном не рекомендуется Сейчас мы еще заедем на некоторые маленькие острова Сейчас здесь первая остановка канала Адесы Но мы не будем не сходить, потому что наш целый проход Смотрите, что у берега Аж плакать хочется, как грустно Что вот такое вот случилось с морем В общем, то явление, которое я вам показала Это называется морская слизь Она образуется Она образуется из мертвого фитопланктона Который начинает активно размножаться Из-за того, что в море Сливаются всякие источные воды И вот эта проблема Она началась еще зимой Весной она увеличилась И очень многие места Все пухты мраморного моря Покрылись вот этой морской слизью Сейчас море стараются спасти Надеюсь, что все получится иначе Просто под этой морской слизью погибает Вся живность и гущая там В общем, мы идем гулять Давайте не будем о грустном И когда ждет Сюда многие приезжают на несколько дней На каникулы Здесь, кстати, у многих есть дачи Очень популярное место У турок и не только Хотите, я вам кое-что скажу Я первый раз в жизни нахожусь на острове И никогда не бывала на островах Сейчас буду все снимать подробно Я думаю, что я сделаю даже из этого два видео Потому что в одно все не вместится Первым делом мы решили посмотреть Во сколько отсюда можно вернуться В Стамбул Чтобы не застрять на острове Название Принцевы острова Получили еще во времена Османской империи Когда сюда ссылали, так скажем В наказание неугодных принцев И это самый большой остров Биюкада, на котором мы сейчас находимся Здесь когда-то жили греки Вот, но сейчас это одно из самых популярных мест Отдыха близ Стамбула Итак, сейчас посмотрим Расписание Бакуров обратно в Стамбул Вопрос, где? Где его смотреть? Смотрите, вот здесь есть Расписание Мы его сейчас сфоткаем быстренько И уже исходя из этого будем ориентироваться Ориентироваться здесь до разных станций Например, нам можно до Кадыкёя доехать Здесь очень удобно Вот в 17.35-18.30 есть И оттуда до Ускюдара Вполне очень-таки отличный вариант Первым делом мы решили выпить кофе И как всегда мы идем в МАДе Потому что, ну, как бы знакомая сеть Классно, смотрите, как здесь есть Прямо на у морочка С видом на морочка Надо быстренько занять стол Цены, в принципе, ну, как бы Такие же, как и в самом Стамбуле Я ожидала, что будет все намного дороже Но нет Я плохенький блогер Забыла снять наши напитки Вот мы заказали кофе, лимонадик Остров небольшой на самом деле Но расстояния здесь не детские И, например, до одной из церквей Здесь находится очень много христианских, греческих церквей Синагоги есть Идти порядка трех километров И идти в горку Поэтому мы хотим узнать, сколько стоит Арендовать какое-нибудь транспортное средство Раньше здесь можно было ездить на упряжках лошадиных Но, слава богу, лошадок освободили от этой повинности И сейчас здесь средства передвижения Это велосипеды и что-то типа электромопедов Вот таких вот Сейчас мы спросим Вообще, можно ли арендовать или такси Муж говорит, что это такси То есть с водителем А хотелось бы взять в аренду, чтобы самим ездить Здесь в начале 20 века Жили очень богатые люди И сохранилось очень много разных особняков Сохранились старые дома По ходу дела поиски аренды не увенчаются успехом Я не вижу ничего, что бы могло нам помочь Видимо, использовать только как такси это можно Хотя я читала о том, что здесь можно арендовать еще и велосипед Но на велике тоже, знаете ли, не весело кататься так Смотрите, я нашла станцию аренды велосипедов В общем, мы решили ходить пешком Потому что велосипед нам не очень подходит Напротив часовой башни Оказалось, что есть вот такая вот станция такси И можно поехать на вот этих маршруточках Нас отправили в эту очередь Ход по Истамбул карте Один уехал, мы отстояли в очереди где-то минут 10 И сейчас мы сойдем сюда И тихтагеле биликсинтамамы В общем, это не просто такси Вот этот вагончик делает теплотура по острову По самому большому маршруту И стоимость 12,5 лир Ну все, народ, мы стартовали У нас за рулем девушка Посмотрите на эти особняки Вот здесь как раз жили в начале 20 века Очень богатые особы, семьи Ну а сейчас во многих таких вот особняках Находятся отели Смотрите, вот эти линии Это как раз Мавиол Это вот тот вот наш длинный путь по острову Мы хотим подняться до самой высокой точки Там спрыгнуть с брички И пойти пешком Наслаждаться всей этой красотой Мы сделали очень правильно Что мы не стали заморачиваться с велосипедами Потому что здесь дорога идет в горку И крутить педали Мне кажется, это просто вообще нереальное что-то Ну, по крайней мере, нам, как неподготовленным людям В общем, мы доехали до церкви И будем сейчас выходить Хочется брички Пойдем искать церковь Вот сразу же указатель на Йорге Опять дорога в горку Потому что церковь находится наверху Это жесть Господи, хорошо, что мы не пошли пешком вообще весь остров Потому что, мне кажется, мы бы просто не дошли до верха Поэтому если будете здесь Обязательно кроссовки Ни сланцы, ни сандали Потому что, ну, нереально И если есть возможность, то на машинках Смотрите, по острову есть несколько маршрутов Самый большой, синий Вот по которому мы приехали И вот красная точка Это где мы находимся У меня уже просто дыхание Не хватает Все время в горку идем А теперь мне хочется сказать Упс Мы на горе А там гремит Смотрите, по дороге есть Фонтанчик Можно умыться А вот попить нельзя Мы поднимаемся все выше А виды становятся все круче Ну что ж, ребята, мы добрались Монастырь Святого Георгия Дата основания его 963 год И это старейший монастырь На Принцевых островах Мы сейчас посидим И пойдем Ну что, как вам Панорама отсюда Гремит вовсю Самое главное Не промокнуть Не замерзнуть И не заболеть Потому что Мы потные Как не знаю кто У этого монастыря Тяжелая судьба Его разрушали крестоносцы В 1204 году Его сжигали пираты Он заново перестраивался Восстанавливался Написано, что В шортах Нельзя заходить И что мне делать Пойду все равно Все равно пойду Ничего зря, что ли Шла так высоко Монастырь оказался закрыт Но он откроется Через полчаса Поэтому мы решили Прийти в кафешку Посидеть здесь Чего-нибудь Выпить Открывается Все Начался дождь Знаете, мы прямо Пришли Зашли Под крышу Самый нужный момент Потому что Вот Потому что Ливануло Хорошо, что здесь Сделали кафе Потому что Можно спокойно Попить кофе Мне кажется, что Все, кто дошел До вершины Собрался здесь Вот там Снаружи Еще куча народа Под крышей Прячется Сидим Наблюдаем Картину За За Сидим Столом Местная Кошка Облюбовала Ребят Они Видимо Что-то Едят И Она Никак Не хочет От них Уходить Они Ее Уносят А она Смотрите Смотрите Она Обратна Смотрите Видите Вот там Пристань Оттуда Мы приехали Сюда Насколько Высоко Мы Поднялись Дождь Закончился Мы сейчас Пойдем В монастырь И дальше Гулять Меня Не пустили В монастырь Потому Что Я В шорте И Как Назал У нас Вообще Ничего Нет В рюкзаках Я Не знаю Как Туда Зайти Как Вы Думаете Что Пришло В голову Моему Мужу Попросить В кафешке Мусорные Пакеты Нарядить Меня В него Сначала Хотела Дать Мне Свои Шорты Вот И Подожди В туалете Но Свои Далее, я не могу. Прямо. Город. Я пойду, но я не пойду. Я пойду, я пойду. Вот так, можно. Ха, хорошо. Пожалуйста, мы прийдем. Позвольте. Я пойду, ты туда. Я пойду, ты туда. Я пойду. Я пойду. Супер, я пошла. Дальше входы снимать не разрешают, но я попробую. Здесь вот входы и иконы, посмотрите. Монастырь, который находится на острове Бьюкада, это монастырь Георгия Кудунского. Мы его знаем как Георгия Победоносца. Как вы знаете, Георгий Победоносец является покровителем Москвы. Но почему его здесь называют Кудунским? Дело в том, что это название связано с потерянной иконой Георгия Победоносца, которая была найдена чудесным образом. Когда икону нашли, она была украшена колокольчиками, которые по-гречески называются Кудун. Вот, кстати, эта икона. Кстати, поклониться Георгию Победоносцу идут не только христиане, но и мусульмане. Правда, называют они Георгия иначе. Называют они его Джирджис. Ну вот так чуть-чуть поснимать мне удалось, как вы сами видите. Вот он монастырь. Я очень рада, что удалось сюда попасть и всегда очень рада, что турки такие отзывчивые настолько, что всегда готовы помочь. Я хочу на этом первая часть видео закончить, потому что не хочется делать полчасовые видео. Ждите вторую часть видео, мы идем вниз, будем смотреть другие красоты Бьюкада. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова